У нас следующий спикер Леша Бурносенко. Леш, привет. Привет, привет, Алексей. Рад видеть. Как мы уже узнали, мы недалеко на самом деле друг от друга в трех километрах. Это мне прям греет душу. Да-да-да, я обычно живу и работаю в Варшаве, ну как живу в Варшаве, работаю по почти половине мира, ну а вот сейчас угощу у родителей, угощаюсь котлетками в колонии. Слушай, но это неудивительно, что ты в половине мира работаешь, потому что ты у нас и сеньор Киэй, и эксперт, и тренер по публичным выступлениям, и сегодня тема доклада у тебя интересная, интригующая, как включить режим тамады. Я прям заинтересован, так что не буду долго тянуть тебе слово. Супер, спасибо. Ну что ж, здравствуйте, дамы и господа. Мы начинаем. Немножечко, опять же, познакомимся, в основном потому, что был такой слайд, так уж получилось, что я достаточно много работаю тренером, достаточно много работал айтишником, как меньше, чем многие из вас, конечно, с 2013 года, и в разных командах поработал, в разных странах. Мне греет душу то, что я свои 4 года приятных отпахал на ИПАМ с большим удовольствием, до сих пор очень теплые чувства сохранил, и начало моей карьеры именно в ИПАМе. Да, я действительно тренировал президентов, людей, которые потом выиграли президентские выборы, там были свои нюансы с лигой злых бывших. И сегодня мы поговорим, собственно, о вашей удаленной работе. И действительно уже, наверное, многим из вас прожужжали уши все вот эти разговоры о том, как же тяжело работать сейчас в коронавирусную эпоху, коронавирус, удаленка, падение вовлеченности команды, и к чему это все приводит. Ну, в общем, закономерно, что это зачастую, не буду говорить, что всегда, слава богу, не всегда, приводит к тому, что работа и личная жизнь немножко отдаляются, переход к работе, это такое, скажем, отвлечение от домашних обязанностей, работа еще больше утомляет, об этом очень много говорили предыдущие спикеры, за это большое спасибо, я вас с большим удовольствием слушал, предыдущих экспертов. И вот граница между ненавистной работой и нормальной жизнью может, скажем так, разрастись, может расстояние это может увеличиться. А к чему это приводит, зачем от этого избавляться вообще? В чем вообще проблема, о которой мы говорим? Проблема в том, что команды удаленные чуть меньше знакомы друг с другом, чуть меньше чувствуют увлеченность. Если раньше хлопнул по плечу, спросил что-то, ответил в офисе, и это было нормально. А сейчас этого плеча, как опять же предыдущий замечательный спикер упоминал, этого плеча нет, сидим одни дома, за этим самым компьютером. Тем не менее, есть способы при этом несколько уменьшить этот негативный эффект от разделения, от вот этого сидения дома. Они потребуют, конечно, некоторых усилий, так как любое изменение к лучшему, они в любом случае требуют каких-то усилий. К чему и зачем? Зачем нам это нужно? В первую очередь, вот это вот интегрирование команды, о чем речь? Об интегрировании команды. О том, чтобы команда работающая, вы с вашими коллегами, чувствовали в меньшей степени себя какими-то индивидуумами, которые там отрываются от любимой игры в танки, либо что бы то ни было, на 8 часов на эту самую, цитируя предыдущий слайд, ненавистную работу, отпахивают на ней и возвращаются, наконец, с большим удовольствием к своим танкам или к семье или к чему угодно. Когда команда чуть более интегрирована, когда она лучше общается друг с другом, работа приносит чуть больше удовольствия, работа меньше утомляет. То есть зачем кому-то еще больше стресс? Получение от работы удовольствия – это одна из целей, к которым, собственно, я стремлюсь этим выступлением, этими предложениями, этими идеями. Опять же, если это самоинтегрирование провести, что получается? Повышается эффективность команды. То есть люди быстрее чуть-чуть общаются, легче находят общий язык друг с другом, быстрее отвечают на вопросы друг с другом. Тот, у кого есть вопрос, меньше стесняется, быстрее задает этот вопрос, получает какой-то ответ. Работа идет эффективней. Ну и, как вы видите во втором пункте на слайде, к чему это может привести. Что меня очень часто радует в подобных историях – это чувство «я крутой, я сплотил команду». Это такое психологическое поглаживание по голове. То есть если вы привели какие-то методы, внедрили, неважно кто вы, какую роль вы играете в этой команде. Может быть, вы джуниор-тестировщик, каким я когда-то был. Может быть, вы скромастером, клей местный. Может быть, вы менеджер, продуктованер или еще кто-нибудь. У вас всегда есть какая-то возможность добавить в работу своей команды, где бы, с кем бы вы ни работали, насколько большая бы она ни была. У вас всегда есть возможность добавить чуть-чуть больше позитива. Делать это или не делать, решайте, конечно, именно вы. Тратит ли на это силы или нет, решайте вы. Я лишь предложу сейчас несколько приемов, несколько способов. Три из них еще нет. Но я надеюсь на это. Это, чтобы это сделать и чтобы с большим эффектом достичь позитивных результатов и минимизировать, возможно, негативные результаты, которые всегда тоже, конечно, могут быть. То есть серебряных пуль у меня нет, как, надеюсь, как в реальной жизни, в которой я привык, ни у кого нет серебряных пуль. Я предложу методы, которые работают при сочетании других факторов, при правильном подходе, при правильном применении. Затрону такой интересный аспект. Вот это, я говорю, сплочение команды, интегрирование. Какая разница между этим и тимбилдингом? Есть. Из-за традиций. То есть так получилось, что очень часто по тимбилдингам воспринимается совместное проведение какого-то праздника с едой и какими-то напитками. Бывает так, но с моей точки зрения это не тимбилдинг, это в большей степени айсбрекинг, если трогать такие термины. То есть разрушение межперсонального льда. То есть такое понимание, психологическое принятие друг к другу в большей степени. Тимбилдинг для меня и правильно сделанный тимбилдинг – это в первую очередь создание ощущения у каждого деления этого человека о том, что задачу, которую он решит, он решит лучше, если его ближний тоже ее решит быстрее. Если этого добиться, тогда человек, который быстро и четко решил свою часть задачи, у него появляется мотивация помочь своему соседу, другу, коллеге, кому бы то ни было, потому что тот самый закончивший уже знает, что если он поможет своему коллеге, то для всех их задача будет решена быстрее. Добивается, но опять же, это немножечко уже уход в сторону такой на эту тему, то есть про это можно несколько часов говорить, о том, как делать правильный тимбилдинг. Но очень кратко, очень хорошо это тренироваться задачами, которые невозможно решить в одиночку за всю команду, когда один не может тянуть, скажем, весь этот воз до конца. Но опять же, сегодня немножечко не об этом. Мы сегодня стараемся, я делаю все возможное, чтобы сконцентрироваться на более простых, практических таких советах, которые когда-то помогли от самых базовых до более-менее продвинутых. Также я не хотел бы трогать еще два больших темы. Первая, потому что я ее очень люблю, я ее не хочу поэтому трогать. Это этапы формирования группы по Такману. Как его Брюс, по-моему, Брюс Такман его звали, Тукман. Иногда его напишут как Тукман на русском языке. Уважаемые коллеги, если вы и так знакомы с этой темой, всем-всем привет, кто сейчас смотрит нас в Ютубе, а также всем привет людям в будущем, которые смотрят меня из прошлого, где-то в записи. Очень интересно, что между днями тысячелетия или десятки часов. Если вы знакомы с этой самой моделью Такмана, те, кто прямо сейчас онлайн нас смотрит, пожалуйста, поставьте плюсик в чат. У меня прямо здесь под рукой есть такой милый планшетик, на котором я даже иногда с задержкой 30-секундной смогу видеть, что происходит в чате и, может быть, даже поймая какие-то вопросы, смогу на них ответить. Сейчас буду очень рад посмотреть, насколько знакомы вы с этой моделью, чтобы оценить, скажем, как глубоко нужно уходить в дебри. Кстати, о вопросах. Эту тему я вначале не затронул. Вы и так знаете, наверное, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Можете писать их по нескольку раз подряд, копипастить, если вы очень хотите, чтобы они прозвучали. Я сделал возможность, чтобы закончить пораньше, чтобы больше было времени на вопросы. И наши уважаемые организаторы помогут нам, помогут вашим вопросам добраться до меня. Я буду рад в конце моего выступления ответить. Чаще всего я провожу свои тренинги очень интерактивно, но сейчас 30-секундная задержка делает это очень сложным. Поэтому пишите вопросы, ну, а там всякие плюсики, и буду очень благодарен, если поделитесь тем, насколько вы знакомы с этими этапами. Ну, и мы также не будем трогать специалистов-супергероев сегодня. Это те люди, которые приходят, и у них так все хорошо получается. Они сами сразу приносят радость, веселье, солнце, цветы в свою команду. Они сами всем помогают. Я тоже слышал о таких. Я даже моей сестры, бабы, жены, мужик, они тоже знакомы с таким человеком. И мы про них слышали. Может быть, даже кто-то из вас знал их лично. Но сейчас мы работаем с более реальным кейсом, когда мы пока еще, допустим, не такие супергерои. И нам принесение вот этого позитива в команду, сплочение в команду, оно еще дается не так легко, возможно, как этим супергероям. Как я уже упоминал и немножечко сейчас уточню. Это выступление ЦЭК, я постараюсь акцентировать, заострить на трех группах. В наибольшей степени самому главному человеку тут тебе. Тебе лично. Это некому среднестатистическому специалисту. Ты можешь быть любого уровня специалистом. Я говорю не про квалификацию техническую. Синьор, чиф, лид, чиф-чиф, лид-лид, еще какой-нибудь. Это очень круто. Я очень это уважаю. Это супер. Но такие люди не всегда настолько же крутые в софт-скиллах, как показывает практика. Я просто работал с очень крутыми людьми в технике, которые на тот момент еще не были так крутые в софт-скиллах. Поэтому, возможно, некоторые из этих советов будут полезны тебе, уважаемый слушатель, даже если ты очень крут технически. Может быть, что-то сможешь изменить, как-то еще немножечко вырастет софт-скиллах благодаря этому. Тем лиду, синьору, то есть это человеку, который в какой-то степени уже чувствует свою ответственность за поведение в команде, опять же, скромастеру, agile коучу. Эти советы будут тоже очень полезны. Не все тем лиды синьоры знакомы с этими рекомендациями, которые я сейчас озвучу. Хотя большинство из тех, кого я знаю, уже в целом ознакомлены. Поэтому, если вы на этой позиции, я лещу себе надеждой, но не планирую, что вы изучите что-то новое. И менеджеры, и выше, то есть все люди, которые отвечают, собственно, за управление людьми, управление командой, если вы еще этого не изучили, то вам очень скоро придется это сделать иначе, потому что то, о чем я говорю, это, скажем так, часть работы просто обязательная. Ну и переходим, собственно, к первым шагам. Что там у нас по времени? Я очень надеялся, что где-то 80% выступления на выступление потрачу. Время у нас еще есть. Ага, значит, придется говорить долго и тщательно. Хорошо. Первый, самый простой, который вы очень много раз слышали. Покажите свои лица, предложите команде показать свои лица. Это не всегда дается легко. Этого часто люди боятся, этого часто люди стесняются. Не каждому нравится показывать там какой-то там беспорядок за своей спиной, неубранную кровать. У меня вот здесь сбоку неубранная кровать. Я не буду ее показывать, я старательно камеру повернул, чтобы она не попадала. Вот многие люди этого стесняются. Это совершенно обычно, это естественная психология. Я точно такие же ощущения разделяю. Но тем не менее, потихонечку, полигонечку, напоминаниями можно привести к состоянию через там виртуальный бэкграунд, через заблюривание. Привести команду к традиции, когда все на 80, 90, 100% держат камеры включенными. И это делает коллег видимыми, понятными, а, соответственно, гораздо быстрее позволяет сплотиться. Когда вот человек, у него действительно даже есть уши, глаза, щеки, все это работает. Поэтому сами найдите в себе смелость включить камеру и приглашайте своих людей, напоминайте им. Вне зависимости от того, играете вы какую-то роль здесь или не играете. Если вы, скажем, хотите это в не третьей команде, но вы всего лишь рядовой специалист, поговорите об этом с ведущим ваших митингов, предложите это. И сами начните потихонечку. Коллеги, если не против, включите, пожалуйста, камеры. Так будет веселее, интереснее, мы будем более человечны. Интересна тут тема виртуальный бэкграунд. Те, кто ходил на мои тренинги в ЕПАМе, в не ЕПАМе, знают, насколько я ненавижу виртуальный бэкграунд. Но тут я даже готов с ним согласиться, в основном потому, что я его жестко критикую, жестко не рекомендую спикерам. Людям, которые выступают онлайн, которые выступают на конференциях, ведут какие-то тренинги на большой количестве людей, потому что мое твердое убеждение, реальный бэкграунд создает лучшее, более доверительное ощущение в отношении спикера. На звонках этот момент уже не так актуален, не так важен. То есть на демо реальный бэкграунд гораздо лучше. Очень рекомендую на демо, если присутствуют какие-то заказчики, реальный, без заблюривания, сделать его красивым, качественным. Об этом можно погуглить, как сделать красивый бэкграунд, что выбрать. Ну, бэкграунд, фон, на котором вы выступаете. Коллеги, кстати, тут очень много нас с вами из России, поэтому я заранее прошу прощения, у меня очень много английзмов проскакивает в речи. Я постараюсь от них избавиться, но я здесь не для того, чтобы от них избавляться. Я надеюсь, вы сможете понять меня, надеюсь, не будете слишком сильно судить за это. Итак, лица, виртуальные бэкграунды, как допустимая вещь. Что еще? Интересный такой нюанс. Мы-посыл. То есть обращайтесь к команде, обращайтесь к успехам, говоря «мы». Вместо «ты», «я» постарайтесь. С одной стороны, это манипулятивная техника. То есть, опять же, если вы кто-то по старинке в ЕПАМе был, еще попадал на мои тренинги, на манипулятивные тренинги, это там упоминалось на тренингах по защите от манипуляций. Он заменяет собой местоимение первого, местоимение единственного рода заменяет на местоимение множественного рода, на первое лицо, множественного числа. Но он продолжает работать так, как это написано в книжках. Он действительно создает ощущение, что это вот именно мы, команда, сработали. То есть, они там одели Вася, Петя и так далее. У этого есть негативная сторона. Сейчас я впервые, уже не впервые, сейчас я заострю внимание, что чуть попозже сегодня я еще упомяну такое понятие, как техника безопасности при использовании таких технологий. Потому что есть люди, у которых аллергия на манипулятивные техники. У меня аллергия на манипулятивные техники. Я ее старательно вырабатываю. Она не всегда срабатывает, не всегда защищает меня от жуликов, от шулеров. Но все чаще и чаще. И для этих людей мой посыл, он противен. То есть, некоторые люди выражают это. Вот эти вопросы уже частные, они могут создать конфликты. Это, скажем, нужно решать в конкретном ситуации. Но в целом мой посыл обычно хорош. Обычно он помогает. Следующий, еще более важный, интересный пункт. Степень вовлеченности каждого отдельного сотрудника, каждого отдельного коллеги, каждого отдельного тиммейта, если вы применяете этот термин. Как это сделать? И вот тут есть несколько техник. То есть, вот здесь можно углубиться. Ротация ролей. Думаю, вы понимаете. Сегодня один человек ведет этот митинг, завтра другой человек ведет митинг, потом третий, четвертый, пятый. Примечание сразу техническое. Если эта ротация ролей введена как практика, постарайтесь сделать календарь очень понятный, по которому можно будет заранее, надолго вперед просчитать, кто когда ведет какой-то определенный митинг. Где там не просто список людей. И там, да, вчера был Вася, значит, сегодня должен быть следующий по списку. Куда там следующий по списку? Человеку заходить, отсчитывать этого Васю, посмотреть себя, сколько между нами, это все на неделе класть. Это долго. Если вы ближе к позиции менеджера, скромастера, вы можете сделать это более красивыми какими-то табличками, скажем, на полгода вперед, на несколько месяцев, на несколько спринтов или релизов вперед, просчитать, кто же будет вести ту или иную демку, кто же будет вести тот или иной бэклог-груминг или что-нибудь вроде этого. Разнообразие заданий. Вот здесь я еще более подробно на одном из следующих пунктов углублюсь. Есть очень интересный пункт такой. Введите, чтобы вот команда чувствовала себя вовлеченной, чтобы каждый отдельно взятый человек чувствовал, что от него что-то зависит. Дайте людям задания. Предложите им эти задания. Постарайтесь предложить те задания, которые людям будет интересно выполнять в вашей команде. Кто-то может выбирать виртуальный бэкграунд, какую-нибудь тему для виртуального бэкграунда. Следующую неделю у нас обязательно балерины на фоне, а следующую неделю это обязательно только сливы, а следующую неделю, не знаю, должны быть очки, собаки в очках или еще какие-нибудь. Кто-то может подбирать музыку, кто-то может выбирать название. И опять же эти задачи могут ротироваться постоянно. И именно вот это наличие таких заданий, с одной стороны, да, я уже буду упоминать по поводу давления на людей. То есть это может, когда это начинает вводиться, люди могут чувствовать давление, люди могут чувствовать, что, боже, ну что это еще? Такую реакцию часто встречал. О, боже, ну я тут 8 часов работаю, я пошел как бы, я тут вжобовываю по максимуму, значит, я там кодю, 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 а вы еще мне какие-то там надо картинки кому-то искать. Для таких ситуаций есть простой прием, который отлично работает для повышения цен на топливо в любой отдельно взятой стране. Делаем это по чуть-чуть, по маленькой капельке, скажем, раз в месяц, раз в неделю. Добавляем какую-то интересную традицию, интересный какой-то ритуал, такой новый, людям в удобную ситуацию ставили, упомянули, все такие, да, ну давайте, да, интересно будет. Хоп, добавили в список. Потом через месяцок, через пару спринтов еще какой-нибудь ритуальчик упомянули. Запланируйте себе это, потихонечку делайте, или вставляйте эти идеи просто в удобные ситуации, там один вставьте во время кофебрейка совместного. Опять же, традиция, ритуал кофебрейка. Это классическая, да, то есть еще один совет, на который у меня нет отдельного слайда, поэтому я здесь его упомяну. Отдельные митинги для кофебрейка, такие как неформальные митинги, да, один раз в недельку на полчаса, например, где совершенно нет необходимости присутствовать, то есть она не обязательна, этот митинг, и суть в этом митинге потрепаться. Он расслабляет, он в некоторых ситуациях поможет поговорить, вспомнить какие-то темы, обсудить какие-то у кого новости, тем самым сделать каждого отдельного тиммейта более олицетворить, оперсонализировать в большей степени людям разговориться, познакомиться, наконец, после двух лет совместной работы, например, и, собственно, почувствовать, что они работают в одной связке и на одну и ту же цель. Пойдем дальше, пока я не вспомнил еще чего-нибудь и не углубился еще дальше. Вот, собственно, да, вот я уже начал про это говорить, замечательный слайд, маленькие ритуалы, красиво так звучит, да, там, принести в жертву петуха черного, там, печень черной собаки разрезать в кругу, но здесь скорее изучение каких-то языков прекрасно работает на таких многонациональных, многоязычных командах, то есть в моей нынешней команде, например, большинство поляки, португалец, белорус, это я, еще один белорус и все, да, то есть, и вот, ну, как бы, среди людей есть на таких китайского языка, на таких испанского языка и так далее, там все изучают польский потихонечку, потому что поляков больше всего. Понемножку, по одному слову в неделю или по одному слову в день изучение языков, это можно поставить на поток, можно на этом сконцентрироваться, например, там, каждый, там, с определенным промежутком времени что-то новое изучать. Ротация смолтоков. Каждый человек, там, предлагает какую-то тему для разогрева в начале какого-нибудь определенного митинга. Он тоже знает, он эту тему, там, гуглит, ищет, он знает заранее, за несколько недель, что вот у него будет его очередь, когда он это делает, еще лучше, если скроммастер напомнит об этом или она будет где-то упомянута. Я уже упомянул, виртуальный фон по теме, как один из вариантов, который неплохо сработал на одной из моих команд, где работал спринт. Название спринта, как обычно, красивое, милое, дурацкое, и согласно названию спринта должна быть какая-то тема виртуального бэкграунда. Это с учетом того, что в всей команде возникло такое негласное правило, что все используют виртуальный бэкграунд и согласны использовать, и никому это не противоречит. Но, тем не менее, на демках люди выключают виртуальный бэкграунд, причем это неофициально, люди просто сами, мне очень это понравилось, я не слышал никаких официальных объявлений об этом, просто заметил, что люди почему-то на демках всегда с реальными бэкграундами, такими достаточно красивыми подключаются, и я в восторге от этого. Опять же, ваш вариант, а что еще можно делать с кальсисом маленького ритуала? Коллеги, я тут очень прошу, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, ваших командах, где-то когда-то что-то хорошо сработало. Это не значит, что оно так же хорошо сработает в другой команде, в другой ситуации для других людей, но если оно где-то когда-то сработало хорошо, прямо сейчас, пожалуйста, напишите это в чатик, я с большим удовольствием после окончания своего выступления вернусь, во-первых, я смогу ответить на вопросы после выступления, на ваши, если они еще будут пообщаться в чате. С большим удовольствием соберу ваши идеи и постараюсь развить, использовать их, рассказать другим, чтобы люди смогли эти хорошие практики тоже применить в других местах, в других странах, в других континентах. Поделитесь, какие маленькие ритуалы, связанные с общением, связанные с совместной работой или, может быть, со свободным временем, в вашей команде раньше или сейчас сработали хорошо, то есть прямо сейчас срабатывают хорошо, или какие вы планируете, может быть, у вас гениальная новая свежая идея, и вы планируете ее внедрить, вы еще не знаете, насколько хорошо сработает. Поделитесь, пожалуйста, в чате, будет дико интересно, я железно зайду и эти самые ответы почитаю. Вот я только через 30 секунд смогу первые ваши ответы увидеть там. Вот, а мы пока пойдем дальше. Сейчас, это вот такая была пробежечка по верхам, сейчас немножко глубже в тему, более подробно, более конкретно и более сложно, более углубленно в некоторые из упомянутых тем. Что с этим можно делать с вашей командой? Как с этим работать? Философия Ubuntu. Не факт, что все из вас об этом слышали. Я, например, про нее услышал в начале августа, 8-6, сейчас, 8 августа, по-моему, впервые про нее услышал и почитал. Было очень интересно. I am because we are, это как бы африканская философия. Я сейчас не про нее. Вот вам QR-код, если хотите, вы можете про нее более подробно почитать. Он, кстати, ведет, конечно же, на мой Facebook, малюсенький домашний Facebook-канальчик. Канальчик это называется, группа, да, Facebook-группа. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, палец вверх и так далее. Колокольчик, ну там в Facebook нет колокольчиков. Вкратце, что такое Ubuntu? Конкретно здесь и сейчас и конкретно про IT, потому что написано про нее много, в основном какой-то такой бред, не бред, а очень интересные вещи, но про философию. А сейчас про применение. Я существую, потому что существует группа, группа существует, потому что существую я. Под группой понимается там деревня, племя, все что угодно. Как это смапить, как это внедрить в айтишной команде? Как я это вижу и как это внедрялось? Суть в том, что каждый отдельно взятый человек делает некую важную для всей команды работу. Обязательно. И это всегда его ответственность. Если он ее не сделает, все понимают, и он понимает, что всей команде, скажем, будет не так хорошо в течение какого-то времени. Лучше ее сделать. Эта работа, конечно, не должна никогда перекашивать основную работу. Всегда есть основная работа, за которую вам платят деньги. То есть речь не об этом. Речь о каких-то маленьких тех самых ритуалах. Я уже упоминал этот пункт. Создать ритуалы, раздать какие-то задачи. С точки зрения философии Бунту, каждый отдельно взятый тиммейт имеет какую-то роль, которая позитивным образом влияет на всю команду. То есть один человек, например, всегда подбирает картинки. Тот, которому нравится делать эту работу. Например, картинки для виртуальных бэйграунда. Задает папочку, вот там выбираете картинки оттуда. Один обновляет какую-то документацию, распределяет роли. Один человек подбирает название, один подбирает музыку. Или, опять же, это ротация постоянная. Но нет того, кто бы не делал какую-то задачу. Когда появляется новый член команды, ему находится задача. Еще дополнение. Задачу разделить на двух человек. Вот тут у меня такая рекомендация. Я ее из дайвинга позаимствовал. Разделить на двух человек. Не на одного и не на трех. И никогда на больше. По возможности, не на больше, чем два человека. Двух человек. Потому что когда вдвоем, ну что будем делать? Они друг друга пинают. А когда появляется третий, в большей степени проявляется эффект Рингельмана. Я еще об этом расскажу. Ну да, сейчас так вот попробую заинтриговать. Эффект Рингельмана, названный в честь какого-то вроде бы еще живого человека. Вот. То есть появляется третий. И в некоторой степени эффект может немножечко уже пропасть. То есть вкратце забегая вперед, один человек среди трех легче в большей степени, с большей вероятностью подумает, а может быть двое справятся без меня, а я пока сбегаю за кофе. А если их только двое, то как бы второй будет очевидно видеть, если первый побежал за кофе и ничего не сделал. Так очень вкратце, очень просто. Это было про философию бунту. То есть суть, суммируя, суммаризируя, суммаризируя, да. Каждому, я вернусь на этот слайд, каждый отдельно взятый человек делает какую-то роль, которая важна для всей команды. Что-то фиксирует, как-то помогает, где-то что-то обновляет и так далее. Причем это не основная роль, а это дополнительная, с которой он согласен. Легкая, занимает чуть-чуть времени, там в день 5-10 минут максимум. И желательно творческая, такая отвлеченная, какая-то связанная с красивыми картинками, со смешным. Я, например, очень жду завтрашнего выступления, последнего про юмор, для сплочения команды. Мне дико интересно послушать, она коррелирует с моей темой. Еще немножко возьмем. А то сейчас глубже погружаемся в тему. Я с большим удовольствием почитаю ваши ответы по поводу ваших маленьких ритуальчиков. Я надеюсь, что вы пишете. Если еще не успели, то, пожалуйста, пишите. Также ваши вопросы в чате буду очень рад видеть. Более-таки книжные советы. То, что помогает команде чувствовать себя легко. То, что избавляет людей от лишнего дискомфорта, от лишнего стресса. Понятные, разделяемые цели бизнеса и development. Разделяемые по частям. Видно, где что, какой является цель каждого отдельно взятого этапа. Какой является малюсенькая цель на сегодняшний день. Какой является цель на эту неделю. Какой является цель на этот спринт. И так далее. Тут, если вы, в частности, менеджер, продукт-оунер, скрам-мастер и так далее, вы можете попасть в ловушку. Потому что вы с этих целей начали когда-то работать над проектом. То есть вы над этими целями думали очень много, общались с кучей людей. И иногда это проходит мимо самой команды девелоперов. Мимо QA, мимо девелоперов. Потому что они, скажем, все вот эти софт-скилловые, все эти вертолетного уровня задачи, они могли не быть вовлечены. Конечно же, это зависит от команды очень сильно. Но человек, который пришел в команду после примерно полугода работы, вот у меня был такой опыт, когда я начинал продукт один, как единственный QA, но потом видел, как люди приходят после полугода, после года, нам все готовенько. И они просто глаза разбегают, боже, а что это вы тут делали? Особенно, когда опыт не очень большой. Чем дальше, тем больше времени на изучение всех этих процессов и внедрение самого себя в эти самые процессы. Напоминайте, уточняйте, на пальцах объясняйте, что, когда, как, зачем конкретно делается. Об этом очень много проговорено. И, к сожалению, я снова вынужден об этом упомянуть, потому что на этом спотыкаются наши с вами коллеги. Следующий интересный вопрос. Это когда вы общаетесь, да, то есть кому что непонятно, и тишина. И человек, которому что-то непонятно, он вот собирается, собирается с мыслями, сейчас спросить, и вы такой раз, два, три, три секунды, всем все понятно, до свидания. Все, закрыли митинг. Человек не успел. Вполне можно поставить вопрос чуть по-другому. Кому все понятно, поднимите руку, особенно когда видео есть, там все видео руку поднимают или, там, скажем, кликают эту кнопочку с поднятием руки, если уж так получилось, чтобы пока еще без видео. Кому все понятно, кто точно знает, что мы делаем и зачем, поднимите руку. Кто-то не поднял, вперед разбираться, да, что почему, почему он не понял, что где, добавляют. Опять же, коллеги, у кого какие вопросы? Еще интереснее, коллеги, кто из вас понял, что мы должны сделать на сегодняшний день? Какая у нас задача на сегодняшнюю неделю? Как это будет выглядеть? Подумайте, способны ли люди застесняться и отмолчаться в ответ на ваш вопрос. Если вы немножечко подумаете над формировкой своего вопроса о понятности информации, вы заметите, что иногда вы можете его немножко поменять, переформировать вопрос так, что людям будет легче отметить то, что им что-то непонятно. И тогда вы там, или кто-то другой с ним свяжется, объяснит, и команда будет больше понимать, что она делает. Самое важное, не давать такой ситуации уйти на будущее, потому что все равно этому человеку придется понять, и тогда он будет отрывать кого-то из более продвинутых сотрудников, чье время стоит, возможно, дороже, чем ваше время во время этого митинга. Пойдем дальше. Осталось совсем немножко. Ощущение влияния. Очень интересно влияет на интеграцию, на вовлеченность людей в команду, то, как они могут изменить поведение, изменить ситуацию внутри команды. Создавайте возможности людям повлиять на ситуацию и внедряйте влияние. Делайте все возможное, чтобы их предложения внедрялись в практику. Если очевидно, что она хорошая, делайте это как можно быстрее. Если очевидно, что они плохие, лично, в личной переписке объясните, почему. Обсудите это. Может быть, вы неправильно поняли человека. Может быть, человек неправильно понял цели. Если люди предлагают идеи, которые могут, по вашему мнению, кто бы вы ни были, опять же, вы можете быть сеньором или джинном. Если кто-то предлагает идею, которая, по вашему мнению, может плохо повлиять на работу команды, на сплоченность команды, на организацию процессов, на, собственно, девелопмент, на техническую часть, на все, что угодно, вы лично можете с этим человеком это обсудить. Вам это никто не запрещает, скорее всего. Вы можете написать, слушай, а что ты имел в виду вообще? Почему ты это предложил? Человек объясняет. А, чувак, слушай, ты не совсем точно понял. Смотри, у нас вот есть это, а еще это. А получается, что твое предложение, оно могло бы даже ухудшить работу. Понимаешь? И чувак такой, который это предлагал. Блин, класс, спасибо тебе, что объяснил. И вот между вами уже чуть больше взаимопонимания. А это означает, что вы избавились от негативной стороны, когда человек предложил, а все там замолчали. Что здесь произошло? Я вообще не понимаю, что это они все какие-то замкнутые. И вместо этого, напротив, между вами пошла интеграция, между вами пошло общение. В следующий раз вам друг с другом будет легче общаться, легче друг друга понять и перекинуть задачи, организовать работу, создать вот эту самую, как его, то самое пафосное слово, синергию, да, обожаю это слово. Чаще всего фигня фигней, но иногда она работает. С благодарностью воспринимайте идеи. Выражайте эту благодарность за идею по улучшению. Думайте, как эта идея должна сработать. Если идея, вы уверены, что идея плохо влияет, подумайте, это может быть признаком, это красный флажок, что какой-то человек что-то не до конца понимает. Может быть, этот человек вы. Может быть, вы не понимаете, как круто можно изменить работу в команде, если внедрить вот эту вот идею, которая вроде бы звучит для вас глупо как-то. И тогда вам очень полезно понять эту идею глубже, понять, как она позитивно влияет и изменить себя в лучшую сторону. Единый канал связи. Боже, как много на этом спотыкаются. Я просто в шоке. Если есть слаг, ну так пусть будет слаг, зачем тогда e-mail. Слаг для девелопментских, e-mail для, скажем, общения компанейского чисто документа, кто там когда в отпуск, кому когда справку у военкомата или еще что-нибудь, обрезайте другие, менее актуальные каналы связи. Всегда контролируйте постоянно. Не появился ли более удобный, на который всем хорошо будет перейти. Не стало ли слишком много каналов? Не стали ли люди, не общаются ли люди одновременно и в Google Meet, и в Slack, и при этом письма друг друга пишут, не знаю, и еще активно в джире какой-нибудь там комментариями друг на друга ссылаются и тоже обмениваются информацией. Если такое происходит, задумайтесь, можно ли из этого что-то обрезать, будет ли лучше, если из этого что-то обрезать. Не всегда. Ну, сейчас, собственно, хотел об этом сказать. Эффект Рингельмана. Вы можете его загуглить под этим самым названием. Если вкратце, один человек поднимает 50 килограмм, а если набрать 10 таких человек и максимум, сколько выжимает, 50 килограмм, и попросить их выжать свой максимум, по множеству повторенных социологических исследований они выжмут так условно 250. Больше не смогут, силы кончатся. То есть половину этой суммы. Грубо говоря, половина людей халтурит. Вы подробнее можете все почитать. Зачем это упоминаю? Чем больше людей делают одну и ту же задачу без акцентирования конкретных ролей, без акцентирования конкретных разделений этой задачи, дробления ее на отдельно взятые роли, подзадачи и так далее, тем больше вероятности, что общая KPI, общая производительность, перформанс этой команды будет меньше. Тем больше вероятности, что люди полдня пьют кофе, курят и так далее. Я тоже люблю полдня пить кофе, хотя я не курю полдня курить. Это было бы очень классно. Но я замечаю, как я сам доволен работой, когда, скажем, вот есть конкретные таски, я там целый день клепаю эти таски, в конце дня, блин, у меня спринта сейчас забабашил. Класс, хороший день. Все, в следующий день пью кофе. Помните про этот эффект, учитывайте его, и чтобы уменьшить его влияние, то есть такая вот опасность, чтобы уменьшить его влияние, разделяйте на маленькие группы, дробите все задачи, думайте, как это можно сделать. Есть какой-то вариант. Не всегда, не со всеми задачами, не всегда, не со всеми тасками, над которыми работает ваша команда. Количество давления. То есть, если вы предлагаете все эти идеи, они отвлекают ценных сотрудников от их основной задачи. А ценные сотрудники, почему? Я сам такой, ой, да, я ценный сотрудник, хорошо, так сейчас вернулся, сейчас очень правильно. Я сам это чувствую. Когда новая какая-то идея от скромастера, не знаю, а давайте еще один митинг ведем, где будем все делиться, не знаю, там своими фотками с отпусков. О, блин, опять, а кто задачи будет решать? Ну, там, глядишь, через месяц уже сам на этих митингах там клепаю, там, постоянно свои фоточки. И как бы, и мне нравится, и мне смешно поражать над фотками других коллег по команде. За собой заметил, что этот эффект давления есть. и он решается методом ценно-топлива. И я его замечаю меньше, если он внедрен методом ценно-топлива. И, скорее всего, он работает сам по себе. Просто у людей со временем возникают какие-то новые идеи. У разных людей из команды. Они эти идеи предлагают. Эти идеи принимаются, обсуждаются, как-то обсасываются, изменяются и в конечном итоге внедряются. И по результату этих ритуалов все больше. Интеграция команды все больше. И это работает. Но если бы все эти идеи свалились за раз, то как бы все, голова переполнилась, все, стек оверфлоу, спасибо. А можно я просто джиру открою, буду там пикать, потом осайнить на себя, потом резоловать, потом, значит, осайнить на другого. И пока этого хватит. То есть, just put right amount of pressure on it. A right amount. Правильное количество давления. Постарайтесь не переборщить. Надеюсь, те из вас, кто уже утомился, уже смотрят это видео, уже наслаждаются. И мы вернемся попозже в следующий раз. Почти что заключительные советы лично для тебя, уважаемых слушателей. Как ты можешь мелкими-мелкими, простыми, вроде бы шажками, ну, знаете, простыми, сложными тут кому как, изменить настроение в команде. Просто улыбнись, да, то есть вот начни улыбаться. И для многих людей это очень сложно. Коллеги, был прекрасный кейс. Я работал с одним чудесным, просто шикарным человеком. Он много лет, он тоже в Епаме работал. По-моему, да, уже не в Епаме вроде бы, он там уехал в другую страну. И он был, знаете, он такой вот был, вот такой восточный славянин. Все про это говорят, улыбка только для своих. Это очень интимно, да, то есть все на благо коммунизма, работать, сражаться с внешними и внутренними врагами. Это прописано в куче книг про вот менталитет людей, которые вокруг нас, которые внутри нас, которые мы с вами. Я тоже родился в этом менталитете. Да, я там сейчас пафосно где-то там живу в Европе, работаю, как я говорил, по всей планете. Но я это замечаю за собой, я это постоянно вижу у коллег. И я верю, что это и есть, что это остается и с этим нужно как-то… Окей, это не всегда проблема. Я не собираюсь это демонизировать. Этот вот эффект серьезности. У него есть однозначно позитивные стороны. Но внутри команды, когда все серьезные, это стоит очень такое давящее, трагичное такое ощущение 1937 года. Ну, или там любого другого года, подставьте. Улыбнитесь. И для людей, которые вот такие серьезные, особенно интроверты, особенно за цикленные задачи, особенно которые хотят показать себя такими прям топ-перформерами, это особенно тяжело. И вот с этим человеком мы работали очень долго. Пять двухчасовых встреч, там через… в течение… не в течение, через неделю каждую. Нам понадобилось, чтобы он вот научился, скажем, общаться в течение примерно часа, постоянно продолжая переходить к улыбке. Только на серьезных вещах, на серьезном… он делал серьезное лицо. Следующий пункт. Просто заготовь смолок. Не знаешь как, можно просто загуглить. Это очень легко. В ЕПАМе даже есть отличные тренинги. Некоторые из них я сам заразрабатывал, еще когда работал в ЕПАМе. По смолтокам. Энди замечательный проводит, по-моему, до сих пор проводит. Энди Ждан Михайлович в белорусском офисе работает в РД. Леша, у нас подходит время к концу, минутка осталась. Спасибо большое. Вопросы? Ну, жестикулировав, вы, наверное, уже прочитали этот слайд. И активней выражай эмоции. Собственно, к вопросам мы перейдем дальше. Вот этот диск. Мой сольный диск в органной музыке получит тот из вас, кто первый найдет в этой презентации пасхалочку и напишет мне e-mail, фейсбуком, чем угодно, линкдином, раньше других, некую цифру, которая там упомянута с нужными знаками, с нужными значениями. Об этом можно прочитать. И мы переходим, я думаю, к последней части, где мы можем поотвечать на вопросы. Спасибо большое за напоминание, Алексей. Сколько у нас времени? Одна минута на вопросы или полминуты на вопросы? А вот... Вот сейчас и определимся. Слушайте, сегодня у нас доклады. Все какие-то с пасхалками. Надо внимательно сидеть, слушать. Это прям вообще не разработческая конфа. Леш, спасибо большое. Очень было интересно. И что самое главное, живо. Прям очень живо. Три вопроса есть. И давай такой блиц устроим. То есть не размусоливая, быстренькие блиц советы. Первый вопрос задает Александра Павловна. Спрашивает, как сплотить людей, которые работают на удаленке в формате аутстафа, но не пересекаются в работе по проектам? Повторите формат в каком формате? 30 секунд. Время прошло. Время прошло. Примерно те же самые средства. Я здесь быстро не готов набросать видео, дать им познакомиться, назначить, внедрить в процессы еще один митинг, именно кофе-брейк, который без рабочих задач, именно чтобы познакомиться, увидиться с обязательным видео. Следующий. Ольга Петрова спрашивает, если в команде есть жесткий интроверт, который постоянно находит отмазки, чтобы не включать камеру, то у него то сломалось, то и все, как с ним найти точки для взаимодействия и привлечь вот к включению камеры, как минимум? Индивидуальный разговор. Может быть, у него действительно это происходит. Если так и понятно, что ему просто очень стесняется, ему это очень не нравится, как крайний вариант для него сделать исключение. Идти на этот вариант только в том случае, если вся остальная команда согласна, чтобы для него было исключение. Если она понимает, что как бы и им, и ему будет от этого легче. С другой стороны, это, скажем, самый последний шаг. Еще продолжать попробовать договориться с ним, но именно на личностном уровне. Не давить командой. Напоминалочки могут сработать. Отлично. И последний вопрос на закусочку. Как проводить онлайн-тимбилдинги? Либо просто пиминуты на удаленке. Игры, Миро, опять элементы айсбрекинга. И, в общем-то, про это можно просто погуглить, коллеги, потому что статей огромное количество. Я не вижу большого смысла сейчас переговаривать все то, что я сам в таких статьях читал. Самый эффективный способ, который ты применял? Танцы. Вживую с видео. То есть изучение танцев. То есть прямую просто вот люди договариваются к этому заранее. Это не внезапно свалился этот тимбилдинг. То есть люди уже были более-менее, поработали уже несколько месяцев, уже так срослись. Они были готовы к тому, чтобы найти комнатку, знаете, просторную, примерно как за моей спиной. Они там включали видео, и они все вместе изучали танцы. Окей, хорошо, принято. Спасибо большое. Нам нужно выбрать один из этих вопросов, который получит онлайн-курс по подготовке к выступлению. За этот вот именно твой выступ... Да, вот как я умею на камеру разговаривать. Короче, будем разыгрывать курс по подготовке к выступлению. Не мудрено, потому что у тебя был доклад, да и ты тренер по публичным выступлениям. Какой из вопросов тебе больше всего понравился? Все-таки последний. Братья Милдина. Последний, да, так цепанул. Отлично, да, поздравляю Юлиану Пашинчук. Юля, напиши, пожалуйста, форму, которую сейчас в чате скинут. Леш, тебе спасибо еще раз большое за классный доклад. Обязательно пишите Леше на почту, если найдете пасхалку, да и просто если у вас вопросы остались, Алексей Бурносенко вам с удовольствием ответит. Леш, спасибо, мы двигаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok